Мечеринский Смотрим сюда Ну давайте по порядку Возьмите в штат вот этого товарища Вот он справа Сергей Железов А знаете кто эти люди Это самые уважаемые садоводы Хакасии Ну скажем так Не всей Хакасии Но нашего района Это люди у которого сорта Которая наука не только Самое интересное что у них сорта Которую наука не имеет Самое интересное что иметь не хочет И сама Байкова Вот низко кланяюсь Галина Николаевна Байкова Знаете что она мне сказала после обхода сада Валерий Константинович Почему вы не публикуетесь в научных Изданиях А я уже рассказывал почему Потому что было условие поставлено Звонок был и условия Это единственная ниточка Которая оборвалась тут же Вот мы Единственное говорит условие Мне говорит редактор Мы должны перевести на Научный язык Вот то есть у нас свой язык Мы называем своими именами А у них свой язык Знаете как вот На переднем плане Ну отвлекаюсь извините Это и есть тот самый Филиппик Вот эти абрикосы Поздний Филиппик А Лен Сан Сколько мы намерили Самый крупный плод Из него Ой-ой-ой 113 грамм Или 118 грамм Вот Когда мы были у него Сергей у него в саду Я снимал фильм Я говорю Где ты его взял Это же невозможно Это за пределами фантастики Вот Он академик Несколько грамм перевесил Академик Знаете что он сказал Черт его знает Вот это наш уровень Но зато у нас есть ребята Вот есть Вот А С чем хороша Значит Галина Николаевна Бойкова Она же Научный сотрудник Она же Кандидат наук Она же Директор ГСУ Вот Вот она От нас не чуралась Видите Вот как здорово Да Вот на этом уровне Мы с наукой Как китайцы Как говорили Это русские китаец Братья навек Мы Вот на этом уровне А дальше Тишина И вот значит Предлагается вам Первый Сотрудник Вот этот Представляете Разница Стоять за прилавком Да Вот Имея вот этот сад Лучше в Сибири Так Наверное Лучше в России Копия уже есть Такого сада У Чернобаева И у Латинкова Но это Копия Есть копия Знаете Как всегда Ладно Смотрим дальше А что это Считалось Считалось Каким-то Поросом Все Не мог Ее мясом Накормить Вот эта чистая девочка Восемь лет назад Меня покорила Тем Что она Вот понимаете Вот так же Как вот Еще раз Вот эти Вот эти Девушки Девочки Вот эти девушки Да Они как будто Украшают мир Не пойму Кто кого украшает Они украшают сад Или сад украшает Это как Что-то органическое Потому что Это всего Две Два человека Которые Проходили Из науки Из будущей науки Практика у меня Я не могу Лишний раз Не сказать Не могу Я удивляюсь Ну ладно Хорошо Показываю вам Эту девушку Что я не болтую Смотрите сюда Антон говорит Молчи А я тут Делаю Что хочу Сейчас я вам Я покажу Вот Что такое Настоящая практика Вот Смотрите А это Как работать С ядохимикатами Видите Это я сам придумал Как Ладно А это Она Учится Работать с ядами Вы скажете Ой Какая честь Ты яд не применяешь Ты чего Ворочишь Ответ Простой Понятный Я не применяю яд Во взрослых садах Это Сажениц Вот На этом Ему второй год Нежные листики Прямо Хотя он Не искалечен Но поверьте Для меня Прививка Это привитая яблонька Это уже Калека Все Вот это Вот На всю жизнь Калека Срастется Как Но Все равно Калека И тут шов Который уже Мы растут Не та Где Не тронутая Хора И так далее И так далее И поэтому Ну куда Денес Атри Теперь так Вот такой вот Пузырь Смотрите Объем Ампулы Двух Или пяти Милли Милли Граммовой Милли Не грамм Нет не грамм Милли Литровой Так На ведро воды Невозможно Отравиться И все равно Она приехала Учиться А я Специалист По промышленной Безопасности А делаю Так И все равно Сделали ошибку Видели Голое Тело Все таки Ошибка Вот Но Это дает Повод Лишний раз Обратить внимание На безопасность Вот такие ошибки Поэтому Ничего страшного Очки Обязательные Не было бы Очков Делать время Делать бы Очки Эти самые Да без Зебцы Ну все равно Сыночки Вот посмотрели Молодые деревья Прыскать надо Но Это же учеба Вот я чувствую Сегодня я не все расскажу Но не могу мимо пройти Только появляется Первый лист Изогнулся Уже проворонили А еще раньше Вот здесь Появляется черная точка Это прилетает И не приносит муравей Это все сказки Вот Сказки именно Северных муравей У нас свои Муравей особые Ну простые Вот Значит Прилетает на крыльях Цепляется Вот самое место Загибает так Чтобы там Обезопасить Своих детей Умно Умно Еще чуть-чуть И уже Нечем было доставать Но Это учеба Значит надо было Еще двумя днями Раньше Приснуть Только Пшик Все Еще вот на эту Пшик Ну еще на эту Пшик Все Расход настолько Мизерный Что мне этого ведра Хватало На питомец В цехе саженцев Еще оставалось Дальше Ну раз уж Это картинка Вот здесь Геопатогенная зона Она длинная Вот здесь справа Если вы не сам Напомните Вы у нас Почти экстрасенс Поле Диаметром 6 метров Радиус 3 метра Рамки Ваши руках Работают Вот здесь Мы с вами Прям показывал Только от Юлечки Вот туда Еще 3 метра Это вот так Длинный язык Вот тут Геопатогенная зона Прошу прощения Алло Я вебинар провожу Да ничего Ничего Дело же тиска Мне всех же Не могу Пресупредить Кого-нибудь забываю Ну давай пока Так И получается Вот здесь Длинный язык Вот И здесь Ничего не растет И вот яркий пример Но Это отдельная тема Еще будем изучать И еще Но Не удержусь Посмотрите Вот это вот Слива Которая Называет Китай Как раз Название Самопроизведенное Сам придумал Потому что Кто его знает То что шло С Китая Это Такое разнообразие Я десятки Вариантов Этих Китая Видел здесь Они соблюдались Перепылиться И что получается Раз уж Мы здесь На этой картинке Чтобы не возвращаться На данный момент Когда Она где-то приезжала Ну лет 7 назад Ну ошибся Может на год Туда или сюда Где-то лет 7 А погодите По-моему Это 14 Ну ладно Допустим 14 Так Вот тут написано 13 14 15 А она В середке Вот этой Папки То есть 6 Лет назад Ну 7 И вот что Значит В том моменту Это Слива А посадил ее Где-то В 85 В 86 И Сполнется Уже Она Переслала Разряд Ветерану Ну 25 лет Как минимум Вот и внимательно Она была посажена В яму Я не раз Показывал В фильмах Как что А у нее Все гниет Но гнило Долго Настолько Устойчиво К сырости Что будучи Посажена Мною В яму Я не скрываю Это Ранний железок Тирает Дурачок Не скрываю Деревья калечил Все только не делал И вот значит Здесь уже Все было Пресено Покрыто И держал И держал Держал И к этому моменту К 2014 Году Скажем Так Юля поправит Когда я была Вот Она уже была Еще подлодосила Еще обильно Потом Мы его спилили Всего лишь год назад А вот этот гриб Я специально Из-за него показываю Да Дерево уже Видите Ветки сухие И все равно Выбрасывает ветки И плодоносит Держится Из последних сил Держится И самое страшное Я вам говорю Руки бы Подбивал Вот Запретил На всю жизнь Печататься Писать Представляете Что сейчас Скажут Эти Наши оппоненты Берем А Стамеску Б Б Молоток И начинаем Сбивать Грибы Вот это Неимовернейшая Подлая Глупость Оно еще Пять лет После этого С грибом Прожило И гриб Не виноват Вот еще раз Я не буду Упускать Ни одной возможности Повода Вот для меня Повелся повод Грибы Которые Вот здесь Которые Являются Связующим Звеном С корнями С помощью Микориза Да Вот Ну только не будем Уже такими терминами Пугать вас И этот гриб Они Одинаково Полезны Одинаковая Часть природы Одинаковый Вид жизни Они Они Вот сколько ему Он не съел Дерево Он съел Только то Что гриб Сгнивало Постепенно Моя ошибка И если бы я Посадил Банахов Его 20 На тот момент То есть сейчас Ему бы исполнилось 33 Ну считая Что он мог быть Одно-двухлетним Значит Ее это 35 лет Постепенно Холм Он бы сейчас Был бы жив Потому что Он дает Великолепные Подвойные Косточки Вкус Есть можно Кто-то Горщами ест Или Слегкая кислинка Но на любителя А главное Великолепный Подводный материал Но Вот эта ошибка Не вот то Что грибы Еще раз Не едят Грибы Деревы Не едят Они едят Свою долю Это их доля Ну Сколько я наговорился Пойдем дальше Посмотрим на Нашу Девочку Юлечку Ну тогда Сейчас она уже Наверное Серьезная дама стала Прошло 6 лет Вот Посмотрите Какой она была Вот эта девушка Студентка Старшего курса Приехала Учиться Теперь она знает Что такое Дождевание Вот Это она позирует Прекрасная Это Фотомодель Вот А вот это Меня вообще Поразило Фотография Я ухитрился Сфотографировать А знаете Почему Мы В гостях У волшебника Боднера Вот Видите Вот его черешни Красота Какая Вот Я уже не выдержал По лесу Сергей меня Фотографирует Вот Посмотрите На эту девушку Ну чем мне Фотомодель Полюбуйтесь Жизнью рискует Знаете Тут Пропасть Почти Два метра справа Уже Вот это дерево Огромное Просто Оно там Ниже растет Это мы так хитро Вот Жизнь рискует Вот А это Сам волшебник Боднер Вот Вот У него В саду Должны Вся Это Садовая Все Садовые Авторитеты Все Так Вот тут Должны Были Быть Давно Уже Сейчас Он Все Он Из дома Уже Не выходит Он Оглох Разговаривать Почти Невозможно Я Кричу В уши Ой Это Страшно Эх Если Все Это Науке Досталось И так И уйдет Никуда Вот Это Он Из тайги Привез Черемша Удивительное Растение У меня Два Морозильника Две Морозильника Поддона Забитые Ею На рынке Покупал А он Взял С тайги Привез Своя Свеженькая Вот Ну вот Познакомились Вы Еще С одной Посмотрите Красота Какая Ну как же Чтобы я Не свозил На Однагаз Ну как А Это Хутор А это Еще раз Еще Немножко Вот они Книги Где-то Еще Книги Были Нет Вот они Книги Посмотрите Красота Какая Это все Его черешник Вот Поищите В науке Нечто подобное Вот А вот Это Наша Элита Вот снова Вот они Наша Элита Садовая Это Все люди Должны Быть Награждены Давным Давно Орденами Медалями Главное Деньгами Чтобы Вы знаете Это Горькая Горькая Тема Я хотел о Хорошем Вот Наш Великий Этот Самый Чижик Упал Разбил Голову Умер Потому что Он еле Ходил И вот Какая Там Помощь Вот Владимир Степанович Тоже Разбил Голову Тоже Умер Это Ужас Что Творится В этом Мире А вот Книги Вы знаете Сколько Эземпляров То ли 200 То ли 300 Не 200 Тысяч Ну Вот Я опять Перешел На Как ее Назвать На Какую-то Обличительную Нотку Я испортил Вам настроение Ну Давайте Полюбуемся Еще На Эту Девочку Вот Которая Очень Бы Пригодилась Вашей Команде Грина Я Я Заранее Назначил Начальником Этой Команды